Добрый вечер! Первый суперкомпьютер на системе Linux появился в 1998 году и к июне 2010 года на нем запускалось выше 90% всех суперкомпьютеров. Это связано с тем, что система лицензирования автономного дистрибутива Linux вне зависимости от типа компьютера одинакова. Также Linux предоставляет большую свободу действий разработчикам. Ну, как вам сказать, немножко нубская статья, хотя очень радует, что действительно 99,6% суперкомпьютеров используют Linux. Это очень неплохо. Это говорит о том, что выдумки о том, что Linux используется всего лишь на 1-2% компьютера в мире, это все хрень собачья. Потому что на самом деле Linux доминирует полностью на мобильном рынке, а мобильный рынок постепенно вытесняет те же самые ноутбуки, стационары, то есть самые такие традиционные десктопы. И сами замечаете, детям уже не так интересно сидеть за каким-то стационаром. Сейчас довольно мощные те же самые планшеты, где дети могут поиграть практически в те же самые трехмерные красивые игрушки. Им уже не нужно содержать дома огромную такую бандуру для того, чтобы что-нибудь на ней там поиграться, посидеть в интернете или послушать музыку. Все то же самое это можно делать на маленьком компьютере с 6, 7, 9, 10 дюймовым дисплеем или же достаточно 5 дюймового смартфона. Так что насчет того, что мобильный рынок, согласитесь, что доля Android очень высока. Также есть операционная система Letizem, всяческие Flame и Selfish, тоже по сути тот же самый Android. Но это очень большой процент. Далее там есть у нас конечно же iOS занимает какой-то процент, но эта система не доминирующая. Совершенно не доминирующая. Ну и доля Windows Phone вообще она сейчас очень сильно низкая. Она сейчас больше рассчитана на какой-то корпоративный сегмент, где до сих пор используются Lumia или какие-то более современные устройства от компании Microsoft. То есть мобильный рынок полностью за Linux. С этим никак не поспоришь. В дескстопах там правит естественно Windows, там правит Mac. Хотя доля Windows она настолько высока, что доля Mac ничем практически не выше, чем доля GNU и Linux. Далее можно еще упомянуть, что Linux сейчас начинает доминировать в роботехнике. Начинает доминировать во всяческих, допустим, встраиваться в холодильники, телевизоры, кофемолки. Да блин, куда угодно. Вы заметили, что я сделал приставку GNU. Потому что само по себе Linux это просто ядро. А операционная система это еще куча различных программ. И изначально традиционно все эти программы были открыты. Никто под Linux ничего не писал. Теме пришлось использовать компоненты GNU. Свободное программное обеспечение. Поэтому правильно использовать GNU Linux. А не просто говорить Linux. Потому что Linux это ядро. А ядро Linux используется в очень много где. Это очень важно знать. Потому что как только вы войдете во спор, знающий человек вам сразу закроет просто рот. Он вам объяснит, что вы глубоко не правы. Ну что ж, достойная интересная новость, я считаю. Поздравляю линуксоидов с этим. Хотя, как вам сказать, вряд ли они на своей шкуре почувствуют данную популярность. Потому что суперкомпьютер я, допустим, в жизни не видел никогда. Только по телевизору. Будем надеяться, что данное ядро будет дальше захватывать какие-то горизонты. Лететь куда-то в будущее. И будут новые и новые успехи. На этом все. Всем спасибо за внимание.